Весь октябрь в рамках празднования Международного дня школьных библиотек в Развилковской школе проходит мероприятие. Выставки, посвященные книгам-юбилярам, знаменитым поэтам и писателям. А на этом стенде представлены так называемые книги-малютки. В них собраны басни с собственного сочинения учеников 5-го класса. Творчество дети проявляют по-разному, и школьная библиотека им в этом помогает. Ежедневно ее посещают более 20 человек, самые частые гости учащихся начальных классов. Здесь интересные книжки. Больше всего мне нравятся рассказы писателя Носова. Я прихожу в библиотеку, часто их беру. Наш библиотекарь очень хороший, всегда подскажет книгу, которую ищешь. Фонд школьной библиотеки насчитывает 37 тысяч книг. Это справочная, художественная и методическая литература. Большим спросом у старшеклассников пользуется читальный зал. Здесь ребята могут найти всю необходимую информацию для написания доклада или реферата. Например, ученики 10-го Б класса совместно готовятся к экзаменам, используя необходимую литературу. Мы собираемся, 3-4 человека, даже больше, и просто садимся и читаем. Или готовимся к чему-либо, к сочинениям контрольным. Я готовлюсь к сочинению по произведениям Александра Николаевича Островского. Не беру из интернета разные материалы, потому что в книге, мне кажется, сохранена вся духовная информация, которую передал автор. Каждому своему читателю заведующая библиотека Екатерина Гусева старается найти подход. А главное – привить детям любовь к чтению. Часто она дает советы, какие произведения классиков стоит обязательно прочитать. Сегодня выбор пал на Гоголя и Карамзина. Читать книгу вживую – это другие ощущения. Ты более хорошо прочувствуешь весь сюжет произведения. Общение с детьми – истинное удовольствие для Екатерины. В библиотеке Развилковской школы она работает уже 5 лет. И за это время узнала предпочтения в литературе почти каждого ребенка. Зачастую ученики школы приходят к ней, чтобы просто поговорить или поделиться успехами в учебе. Я профессию эту люблю. Вообще мне очень нравится в школе, потому что самые интересные люди на Земле – это дети. Интереснее детей вообще нет просто. Для большинства детей школьная библиотека является не только источником знаний, но и местом отдыха для души.